Здравствуйте, товарищи слушатели, здравствуйте, товарищи марксисты и сочувствующие. Сегодня мы продолжим с вами изучение работы Владимира Ильича Ленина «Государство и революция». Вы помните, что на прошлом занятии мы с вами рассмотрели главу 3, которую Владимир Ильич назвал «Опыт Парижской коммуны 1871 года. Анализ Маркса». Четвертая глава названа Владимиром Ильичем так. Так, продолжение, дополнительное пояснение Маркса. То есть, если в предыдущей главе Владимир Ильич в основном опирался на Маркса, то здесь отношение марксизма к государству и к революции опять же с позиции Энгельса. И начинает он эту главу так. Маркс дал основное по вопросу о значении опыта коммуны. Энгельс неоднократно возвращался к этой же теме, поясняя анализ и заключение Маркса, иногда с такой силой и рельефностью освещая другие стороны вопроса, что на этих пояснениях необходимо особо остановиться. То есть, как бы дополнительное разъяснение дает Энгельс позиции марксизма по отношению к государству и к революции. Ну и первый параграф, который мы с вами рассмотрим в этой главе, назвал Владимир Ильич так. «Полемика с анархистами». И говорит он здесь, что «Вместе с отменой классов произойдет и отмена государства. Этому марксизм учил всегда». Общеизвестное место об отмирании государства в антидюринге обвиняет анархистов не просто в том, что они стоят за отмену государства, а в том, что они проповедуют, будто возможно отменить государство сегодня на завтра. Вот против какой отмены государства восставал исключительно Маркс, опровергая анархистов, говорит Ленин. Совсем не против того, что государство исчезнет с исчезновением классов или будет отменено с их отменой, а против того, чтобы рабочие отказались от употребления оружия, от организованного насилия, то есть от государства, долженствующего служить цели сломить сопротивление буржуазии. То есть при социализме государство, говорит Владимир Владимирович, необходимо для того, чтобы сломить сопротивление буржуазии. И далее он говорит «Пролетариату только на время нужно государство. Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти против эксплуататоров, как для уничтожения классов необходима временная диктатура обнетенного класса». То есть государство необходимо для того, чтобы временно осуществлять диктатуру пролетариата для борьбы против эксплуататоров. Далее анализирует Ленин. «Анархистское представление об отмене государства путано и нереволюционно». Вот как ставил вопрос Энгельс. «Анархисты именно революции-то в ее возникновении и развитии, в ее специфических задачах по отношению к насилию, авторитету власти государства видеть не хотят». Вот что из этого параграфа «Полемика с анархистами» хотел до вас довести. Следующий параграф назвал Владимир Ильич «Письмо к Бебелю». Ну помните, такой был марксист тоже, Август Бебель. И здесь Владимир Ильич говорит, «Одним из самых замечательных, если не самым замечательным рассуждением в сочинениях Маркса и Энгельса по вопросу о государстве является следующее место в письме Энгельса к Бебелю от 18 марта 1875 года». И приводит выдержку дальше Владимир Ильич из этого письма. «Энгельс здесь пишет, так как государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица. Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать». Вот такую выдержку из письма приводит Владимир Ильич. И далее он продолжает свой анализ и говорит «Коммуна не была уже государством в собственном смысле». Вот важнейшее теоретическое утверждение Энгельса. «Коммуна переставала быть государством, поскольку подавлять ей приходилось не большинство населения, а меньшинство эксплуататоров. Буржуазную государственную машину она разбила, вместо особой силы для подавления на сцену выдвигалось само население. Все это отступление от государства в собственном смысле. И если бы коммуна упрочилась, то в ней сами собой отмерли бы следы государства, ей бы не надо было отменять его учреждений. Они перестали бы функционировать по мере того, как им становилось бы нечего делать». Вот такой анализ дает Владимир Ильич. И это вот все по этому параграфу из письма. Следующий параграф. «Критика проекта Эрфорстской программы», назвал Владимир Ильич. Ну вы помните, что у немцев была принята, у социал-демократов немецких, такая Эрфорстская программа. Ну она содержала очень много, ну таких мелкобуржуазных позиций оппортунистических. Энгельс ее критиковал. Ну и вот он здесь, Владимир Ильич, также опирается на Энгельса, критикуя здесь оппортунизм. И говорит Владимир Ильич, самой распространенной ошибкой является буржуазно-реформистское утверждение, будто монополистический или государственно-монополистический капитализм уже не есть капитализм, уже может быть назван государственным социализмом. Магнаты капитала наперед учитывают размеры производства в национальном или даже в интернациональном масштабе. Они его планомерно регулируют, но мы остаемся все же при капитализме, хотя и в новой его стадии, но, несомненно, при капитализме. Близость такого капитализма к социализму должна быть для действительных представителей пролетариата доводом за близость, легкость, осуществимость, неотложность социалистической революции, а вовсе не доводом за то, чтобы терпимо относиться к отрицанию этой революции и к подкрашиванию капитализма, чем занимаются реформисты. То есть, критикуют эту эрфорскую программу и в целом оппортунизм и реформисты. Владимир Ильич говорит, что без революции пролетариат не сможет свергнуть эксплуататоров. Ну и далее Владимир Ильич приводит еще одну цитату Энгельса. Здесь в ней Энгельс говорит, «Если что не подлежит никакому сомнению, так это то, что наша партия и рабочий класс могут прийти к господству только при такой политической форме, как демократическая республика». Это последнее является даже специфической формой для диктатуры пролетариата, как показала уже Великая Французская революция. Ну и вот приведя эту цитату, Владимир Ильич дает анализ. Он говорит, что Энгельс повторяет здесь в особо рельефной форме ту основную идею, которая красной нитью тянется через все произведения Маркса, а именно, что демократическая республика есть ближайший подход к диктатуре пролетариата. Ибо такая республика, нисколько не устраняя господство капитала, а следовательно, угнетение масс и классовой борьбы неизбежно ведет к такому расширению, развертыванию, раскрытию и обострению этой борьбы, что раз возникает возможность удовлетворения коренных интересов угнетенных масс, эта возможность осуществляется неминуемо и единственно в диктатуре пролетариата, в руководстве этих масс пролетариатом. То есть, перейти от демократической республики буржуазной к республике демократической пролетарской можно только перейти через диктатуру пролетариата, говорит Владимир Ильич в данном случае. Это вот что касается параграфа четвертого. Следующий параграф Владимир Ильич так назвал предисловие 1891 года гражданской войне Маркса. То есть, Маркс написал такую работу гражданская война и Энгельс написал предисловие. Так вот, Владимир Ильич говорит, в предисловии к третьему изданию гражданской войны во Франции, Энгельс рядом с интересными мимоходными замечаниями по вопросам, связанным с отношением к государству, дает замечательную рельефную сводку уроков коммуны. То есть, в этом предисловии к работе Маркса, Энгельс как бы обобщает уроки коммуны. И Владимир Ильич говорит по поводу этого, что вот, и сразу переходит к такому вопросу, и говорит, что вот какие уроки выдвигал на первый план Энгельс. И приводит цитату Энгельса из этого предисловия. Энгельс говорит, коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к господству, не может дальше хозяйничать со старой государственной машиной. Что рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую доселе, употреблявшуюся против него машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех без всякого исключения, сменяемыми в любое время. Вот такую цитату Энгельса приводит Владимир Ильич. То есть, смысл здесь какой в этой цитате? Смысл в том, что сломав государственную машину буржуазную, пролетариат создает свою, но, чтобы обеспечить против, как бы, не то, чтобы гнета, а давление со стороны своих депутатов и чиновников, пролетариат должен объявить без всякого исключения всех чиновников и депутатов, сменяемыми в любое время, говорит Энгельс. И Владимир Ильич по этому поводу сразу же после этой цитаты говорит, что Энгельс подчеркивает еще и еще раз, что не только в монархии, но и в демократической республике государство остается государством. То есть, сохраняет свою основную отличительную черту превращать должностных лиц, слуг общества, органы его в господ над ним. И еще цитату, одну Маркса он тут же следом приводит. Против этого, неизбежного во всех существовавших до сих пор государствах, превращение государства и органов государства и слуг общества в господ над обществом, коммуна применила два безошибочных средства. То есть, как не допустить господство чиновников над народом, как бы Энгельс вот здесь приводит опыт коммуны и говорит, что коммуна применила два безошибочных средства для этого, чтобы не превратить общество господ над обществом. Во-первых, говорит Энгельс, она назначала на все должности по управлению, по суду, по народному просвещению лиц, выбранных всеобщим избирательным правом. И при том ввела право отзывать этих выборных в любое время по решению их избирателей. А во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, которую получали другие рабочие. Вот так Энгельс обобщает этот опыт. И Владимир Ильич анализирует эту мысль Энгельса и говорит, Энгельс подходит здесь к той интересной грани, где последовательная демократия, с одной стороны, превращается в социализм, а с другой стороны, где она требует социализма. Ибо для уничтожения государства необходимо превращение функций государственной службы в такие простые операции контроля и учета, которые доступны подсильной громадному большинству населения, а затем и всему населению поголовно. А полное устранение карьеризма требует, чтобы почетное, хотя и бездоходное местечко на государственной службе не могло служить мостиком для перепрыгивания на высокодоходные должности, как это бывает постоянно во всех свободнейших капиталистических странах. То есть не должно местечко, хотя и бездоходное, но почетное, служить мостиком для перепрыгивания на высокодоходные должности, говорит Владимир Ильич, анализируя мысль Энгельса. И далее он говорит, «Развитие демократии до конца, изыскание форм такого развития, испытание их практикой, все это есть одна из составных задач борьбы за социальную революцию. Отдельно взятый никакой демократизм не даст социализма». И еще приводит одну мысль Энгельса. Энгельс сказал, «Люди воображают, что делают необыкновенно смелый шаг вперед, если они отделываются от веры в наследственную монархию и становятся сторонниками демократической республики. В действительности же государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим. И в демократической республике ничуть не меньше, чем в монархии. И в лучшем случае государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу в борьбе за классовое господство». То есть пока существуют классы без государства и пролетариат не может обойтись, так надо понимать, видимо, мысли Маркса, которые приводят Владимир Ильич. Ну и Владимир Ильич как бы поясняет эти мысли Маркса и свой анализ дает и говорит, что если Энгельс говорит, что при демократической республике ничуть не меньше, чем при монархии, государство остается машиной для угнетения одного класса другим, то это вовсе не значит, чтобы форма угнетения была для пролетариата безразлична, как учат иные анархисты. Более широкая, более свободная, более открытая форма классовой борьбы и классового угнетения дает пролетариату гигантское облегчение в борьбе за уничтожение классов вообще. То есть существование демократии в ужасном обществе как бы способствует развитию пролетарской демократии. Так Владимир Ильич к такому выводу примерно подводит нас с вами. Ну и следующий параграф заключительный в этой главе Владимир Ильич назвал так Энгельс о преодолении демократии. И в этой главе он говорит «В обычных рассуждениях о государстве постоянно делается та ошибка, от которой здесь предостерегает Энгельс и которую мы отмечали мимоходом в предыдущем изложении. А именно, постоянно забывают, что уничтожение государства есть уничтожение также и демократии, что отмирание государства есть отмирание демократии. На первый взгляд, такое утверждение представляется крайне странным и непонятным, пожалуй. Даже возникает у кого-то опасение, не ожидаем ли мы пришествия такого общественного устройства. Да не будет соблюдаться принцип подчинения меньшинства большинству, ибо ведь демократия это и есть признание такого принципа». Нет, отвечает Владимир Владимирович на этот вопрос, демократия не торждественна с подчинением меньшинства большинству. Демократия есть признание подчинения меньшинства большинству государства, то есть организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части населения над другой. «Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, то есть всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще. Мы не ждем пришествия такого общественного порядка, когда бы не соблюдался принцип подчинения меньшинства большинству. Но стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека другому, одной части населения другой его части, ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без подчинения». Вот на этой мысли практически Владимир Ильич заканчивает главу четвертую, ну и мы с вами тоже давайте на сегодня остановимся. Пожалуйста, какие есть вопросы, какие есть, может быть, уточнения, что-то надо уточнить из того, что мы сегодня с вами прослушали, рассмотрели. Давайте вопрос, извините, давайте вопрос, наверное, для начала из чата, да, наш постоянный зритель. Спрашивают, если взять данную работу и текущую обстановку в мире, в какой из мировых стран или нескольких стран вы видите вероятность коммунистической революции в 21 веке. Владимир Ильич в этой работе еще задается вопрос, кому не капитализм еще есть? Да, капитализм, конечно, очень сейчас празднует, как бы, свержение социализма в Советском Союзе, развал его, и сейчас марксистское коммунистическое движение находится на этапе, на таком сложном этапе ну как бы восстановления сил, и поэтому вот в ближайшие годы, ну в ближайшие год-два я не вижу такой перспективы, что где-то может успешно произойти в каком-то государстве социалистической революции, поскольку силы коммунистического и рабочего движения ну раздроблены будем считать, так, раздроблены вот этими успехами как бы контрреволюции в странах народной демократии в Советском Союзе, и сейчас идет накапливание сил, идет как бы воспитание воспитанием идеологии марксистской в среде рабочего класса, воспитание его классового сознания, и поэтому пока в ближайшие это мой взгляд, конечно, в ближайшей перспективе трудно назвать то государство, в котором может произойти сейчас социалистическая революция, в том числе и Россия, конечно. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Ну, давайте, пока товарищ может быть в чате еще дополнительный вопрос задаст, не задаст. А я бы спросил про коммунистические революции. Не понял. Вот есть социализм, социалистические страны сейчас не революции. Согласны я надеюсь? Ну, есть социалистические страны. Хорошо, когда они в рамках данной работы это плюс-минус коммунизму передают? Когда у них произойдет разрушение государственности? Значит, ну, как нас учат марксизм, марксизм или не значит, коммунизму можно перейти, когда социализм победит во всех или большинстве стран. Пока такого не существует. Пока мы можем назвать только несколько, не больше четырех-пяти стран, где строится социализм, вот, но в борьбе с капитализмом эта стройка идет, и поэтому пока что о создании бесклассово коммунистического общества в ближайшие годы тоже сложно говорить. Очень сложно, на мой взгляд. Хорошо, и слушатель как раз задает дополнительный вопрос про то, что когда же не будет ли следующий экономический кризис таким триггером, который подтолкнет обязательно. Любой экономический кризис, потому что во всех отношениях, классовых отношениях, в основе их лежат, конечно, экономические отношения, да, и естественно каждый кризис, каждый кризис, он прежде всего отражается на положении рабочего класса, вот и значит как бы кризисы эти подталкивают рабочий класс к тому, чтобы он осознавал свое положение, свою роль в мировой истории, и естественно каждый, любой экономический, да и политический тоже кризис, они способствуют воспитанию рабочего класса, осознанию его представителями своего классового положения. Если ваша позиция слишком уж оптимистична, может будет оборот еще хуже? Нет, что значит будет хуже? Нет, кризис, нет, кризис естественно, любой экономический кризис, он отражается, я говорю, прежде всего на рабочем классе ухудшается его положение экономическое, но вместе с тем, как бы этот кризис и дает толчок к осознанию, а почему же становится хуже это жить? Он дает толчок, то есть как бы дает развитие классового сознания, рабочего класса. кризис способен добить человечество. Что значит добить? Уничтожить рабочий класс и все как это можно уничтожить рабочий класс? А кто же будет создавать предметы? Нет, третья мировая все в труху и все и ничего нет, никто ничего не задает. Нет, но если просто человечество погибнет полностью, а класс один не может погибнуть, один класс не может погибнуть, такой как пролетариат, кто же будет производить продукты потребления, чтобы человечество жило. Именно рабочий класс способен это делать. Другое дело, что результаты труда его присваиваются эксплуататорами, это конечно да, это общество несправедливое, поэтому и марксизм и как бы разъясняет, что общество должно быть справедливым, особенно по отношению к тем, кто производит предметы потребления для того, чтобы человечество могло жить и удовлетворять свои потребности. Так надо понимать. От этого же слушателя комментарий, что пролетарий получается бессмертный. Конечно, пока существует производство, пока существует что-то возможно, что-то производить, пролетариат будет существовать, конечно. В условиях, конечно, капиталистического общества, если вдруг общество не деградирует до того, что там настолько, что будут какие-то родоплеменные взаимоотношения как было на заре человечества, но это вряд ли такое произойдет. что-то Что-то такое. Продолжение следует...